Всем привет дорогие друзья! В эфире с вами снова студия Ливи ТВ и я ее автор Лиановский. Сегодня в эфире самый необычный ремонт, который я делал, а именно восстановление антиблекового покрытия кинескопа на мониторе Mitsubishi Diamond 750SB. Но немного предыстории. В сентябре этого года на Авито нашел объявление о продаже компьютера на базе Pentium 4 вместе с клонками и монитором за 1000 рублей, так как продавец выложил весьма плохие фото товара, из которых вообще непонятно что там есть и что вообще продается. Договорился, решил ехать. На проверку там оказалась весьма типовая конфигурация для 2007 года, Pentium 4 с гигабайтом оперативной памяти, 17-дюймовый LTE-монитор Mitsubishi Diamond 750SB и самые ценные колонки Microlab 2.1.x2, то есть компьютер по цене колонок. Все это было погружено в прицеп к электровелосипеду и отвезено сначала в гараж, а потом домой. С клонками и компьютером оказалось все прекрасно, но не с монитором. Монитор в хорошем состоянии, имеет пробег всего 3 месяца работы, почти новый. Но вот что-то смотреть на нем нереально из-за стертого антиблика. Если на цветной картинке можно с этим смириться, то однотемный невозможно. И стать стертым и целым антибликом имеют абсолютно разную яркость и контраст. В итоге принял решение снять антиблик. Для этого мне понадобилось средство для очистки стекол. Я его нанес на монитор, выждал 30 минут, а после хорошенько прошел свой кубкой для мытья посуды. Таким образом напыление было оттерто. Выглядеть стало лучше, но только выглядеть. На деле же оказалось, что монитор без антиблика теряет очень много черных цветов. Они белькнут, становятся серыми. И яркостью контрастом это никак не убавить. Чтобы добиться относительно черных, а не серых цветов, мне пришлось скрутить яркость экрана до 30%. И если на цветной картинке при такой яркости все хорошо, то в темной, например при игре в Майнкрафт или Дум, все очень плохо. Темные области не видны. Прибавляем яркость и получаем вместо черного серый цвет. В общем, было принято решение менять антиблик и пленку, покрывающие кинескоп. На руль нового защитного покрытия идеально подходит автомобильная тонировочная пленка черного цвета со светопропускаемостью 20-50%. Ее я и купил в ближайшем автомагазине. Рулон пленки в 5 метров и светопроницаемостью в 20% обошелся мне всего в 350 рублей. Настало время разбирать монитор. Перед вмешательством я выдержал монитор полчаса в выключенном состоянии, а затем в обязательном порядке я разрядил кинескоп. Делается это отверткой, которая подключается к проводам к массе монитора. Отвертку пихаем под присоску, щелчок, кинескоп разряжен. Далее был огромный квест на пару часов. Нужно было осторожно отключить и снять все провода, ведущие кинескоп. На всякий случай я их, естественно, зафоткал. Отключаем провода и осторожно снимаем панельку кинескопа. Затем снимаем два винта, поддерживающих плату монитора и снимаем ее. Выкручиваем четыре винта в рамки и осторожно вынимаем нашу святыню. Кинескоп. Но прежде чем его перекладывать, я сделал из двух мягких стульев и тряпок мягкую ремонтную зону. На нее мы укладываем кинескоп так, чтобы горловина свисала вниз. Проверяем, что все держится нормально и приступаем к отклейке старой защитной пленки. Осторожно поддеваем ее отверткой и ножом и осторожно тянем, не допуская подвижа кинескопа. Несколько минут и пленка успешно отклеивается. Теперь кинескоп у нас стал серым и больше вообще не сможет показывать черные цвета. Пути назад нет. Моем кинескоп и начинаем наклеивать тонировку. Ох и много снимем уроки, я вам скажу. Свою тонировку я смог наклеить только с третьей попытки. Первая попытка привела к сильной электризации и слипанию от статики. На второй наклеевой слой посыпалась пыль, а вот третья уже получилась. Пленку наклеивал так. Обрызгал монитор мыльной водой. Вырезал большой кусок пленки, наклеил в углу. Затем начал по полсантиметра отрывать клеевой слой, заглаживая пленку тканевой салфеткой и выдавливая пузыри. Кинескоп естественно сохнет в процессе. Брызгаем под пленку снова и снова, теперь уже обычной водой. Спустя полчаса мучений радуемся. Покрытие нанесено полностью. Далее я ножом аккуратно обрезал остатки пленки, а по краям нанес обычным скотчем бандаж. Связано это с тем, что у пленки есть торчащие края, под которые в теории может попасть воздух. Начинаем собирать все это дело назад. Собираем естественно в обратном порядке. Сначала кинескоп, затем плата кинескопа и провода. С проводами возникла небольшая проблема. Собрать их назад, как они были до этого, я не смог. По идее, данная сетка из проводов сзади трубки защищает как электронику монитора, так и самого юзера. Однако после моей кривой сборки каких-то эффектов, влияющих на картинку, замечено не было. Пленка была наклеена не без косяков. Все же появились воздушные пузыри, частички пыли и мыльные разводы. Однако большая часть пузыриков не через три исчезла сама собой. Скорее всего, это была вода, которая высохла. Крышку не закрываем. Включаем монитор. И все просто отлично. XP грузится, проблем и помех нет. Закрываем кружку и начинаем тестировать монитор. Первое, что бросается в глаза, это заметное снижение яркости экрана. На 30% использовать монитор уже нереально, поэтому мы выкручиваем до 80%. И тут я понимаю, что все же ошибся со светопроницаемостью пленки. Надо было брать 50-60%. Картинка темновата, яркость примерно как у монитора в конце 90-х. Но цвета и оттенки черного стали в норме. Пойдет. Запускаем Doom, Minecraft. И картинка просто потрясающая по сравнению с тем, что было до. Цвета отображаются не идеально, но очень хорошо. Оттенки черного, как и должно быть, у волоты монитора. Проблем с современными играми тоже нет. Все круто, отображается все красиво, великолепно. В общем, ремонтом я доволен. Единственное, я бы не стал использовать его рядом с мониторами, которые стоят у меня на столе сейчас. Яркость его все же стала ниже других и глаза из-за постоянного переключения на телную светлую картинку сильно устают. В общем, с планировочной пленкой нужно экспериментировать. На каком-то мониторе подойдет 60%, где-то 20%. Где и как, я предсказать не могу. По-нормальному нужно удалить покрытие стекла и затем пойти с ним в автомагазин. Я же ориентировался на глаз и простое вычисление яркости со снятым и предсутствующим покрытием. Стоит ли его переклеивать, покажу только время. И в офлане цветов монитор сейчас просто идеален. На этом я прощаюсь с вами. Всем пока и до новых встреч. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк. Всем пока.